приветствую вас продолжаем разбирать варианты параллакс и в этом уроке я вам покажу один из самых распространенных вариантов параллаксов этот вариант параллакса часто используют на сайтах одностраничниках так называемых лендингах посмотрите параллакс в этом случае привязан к скроллингу то есть когда я скроллирую страницу вниз прокручиваю посмотрите я кручу за ползунок видите что происходит в данном примере задний зеленый план он движется вниз когда я прокручиваю то есть он крутится он не просто ставить на месте он прокручивается вот эта полоска середине она крутится в то же самое время время наверх в середине видно да узорчатый круг у него ротейт то есть он вращается то есть немножко он зависает он даже вот этот круг он немножко движется вниз то есть это просто я сделал пример потом крутится потом выезжает новый элемент внизу появляется еще один видно зеленый до теперь синий уходит наверх выезжает новый элемент я продолжаю прокручивать страницу зеленый улетает вниз здесь вылетает еще один элемент немножко задерживается потом резко вниз и по бокам и причем смотрите видите вот у этих боковых элементов у них эффект если вы еще не догадались эффект bounce здесь можно абсолютно любой эффект прикрутить то есть это может быть вот страница например какая-нибудь тот же лендинг и давайте рассмотрим как это я реализовал в adobe h-animate создаем новый проект ширина у меня 960 а высота 2457 ну соответственно страница должна быть длинный чтобы мы могли прокручивать да и увидеть вот этот эффект параллакса как обычно берем картинки в папке с уроком перетягиваем выравниваем все ненужные пока мы отключим давайте пока выстроим зеленый посмотрите чтобы он нас прокручивался кстати неважно в какую сторону вы хотите его сделать вверх вниз там по диагонали влево вправо как ваша фантазия только заработает так можно сделал для начала нам нужно наш встреч полностью заполнить да то есть я просто продублировал третий наш элемент копируем выравниваем даже видите у нас немножко стейч вылез давайте все таки высоту немножко убавим чтобы нам на три блока хватило вот зажатым шифтом получил 2 400 у меня чтобы занять вот ровно три зеленых блока так давайте сначала анимируем его а потом все другие элементы до чтобы двигать один элемент один элемент они три для вас это уже знакомо давайте создадим группу слоев выделяем правой кнопкой и группировать в один элемент и вот уже на группу да кстати я совсем забыл смотрите у нас эти три куска двигаться будут вниз и появится пробел соответственно будет правильно если мы три куска продублируем сюда наверх за пределы стейч поэтому мы выделяем все три сжимаем alt и мышкой левой кнопкой тянем вытягивая сразу три элемента выравниваем здесь их уменьшаем вот до 10 процентов увеличения чтобы мы видели у так стейч целиком он у нас большой поэтому выделяем группу ставим pin соответственно помните да чем короче анимация тем быстрее будет движется фон давайте поставим в секунду и опускаем всю нашу группу слоев пока верхний край не достигнет начала стейч чтобы не потеряться направляющую вытягиваем на начало стейч и двигаем нашу группу вниз зажатым шифтом двигается намного быстрее да вы помните вот таким вот образом так следующее давайте подключим скрипты идем скрипт плюсик и первый пункт также можете прямо из папки проекта и вот два файла jquery и еще один эти два файла открываем и сразу же вот верхний если у вас выстроился так тянем его ниже чтобы jquery 203 был первым как у меня сейчас также в папке с уроком найдите файл кода выделяем стейч напротив кликаем композиционер и и у нас всего лишь вот такая маленькая строчка кода все закрываем контур-энтер и смотрим что у нас браузере и вот если вы видите то у нас фон он действительно движется вниз но чтобы вот вы точно убедили что у нас действительно идет движение посмотрите можно например убрать вот эту анимацию и дать ей анимацию например в сторону обновляем страницу браузере видите у нас уезжает фон да то есть все таки параллакс у нас присутствует да и еще выделяем стейч и вот здесь вот автоплей галочка у вас будет включена вы ее снимаете сейчас я хочу попробовать сделать не просто параллакс фона да а параллакс именно с эффектом также на одну секунду и вытягиваем вниз смотрим что у нас браузере и смотрите что получалось видите как я наложил эффект и фон не просто в одну сторону крутится он крутится в разную то есть я выбрал эффект он вверх вниз нет предела фантазии видите единственно только здесь я плохо выровнял вот видно между фонами прослойка белого да и здесь так с фоном мы закончили дальше у меня вот эта плашечка она за фоном видите вот я фон отключаю там оказалось так вот это плашечка вот от середине двойка у меня я ее поместил на самый верх она будет двигаться у нас соответственно вверх направляющего вытягиваем там где кончается стейдж я вижу вот такая вот серая линия это у нас стэйдж заканчивается все что за пределами уже не входит как говорится в кадр да и давайте то же самое сделаем направлении ей так выделили ее пин так же на одну можно секунду и давайте вытягиваем ее вверх то есть вы сначала если вы делаете какую-то страницу вы сначала должны определиться с ее размером то есть ее длиной а а потом уже готовите контент который у вас будет иметь свойство параллакса да так вот я вытянул ее у нас анимация прорисовалась и и давайте в браузер получается просто дикий эффект там у нас тоже не просто эффект то есть если вот интересно можно использовать такие эффекты но не советую слишком мажет глаза поэтому давайте выберем вот этот вот здесь и этому тот же самый и вот сейчас очевидно да полоска летит вверх у нас получилась вот такая вот конструкция да то есть в середине планка не должна вылезать за низ не должна вылезать вот за эту границу где у меня направляющий да то есть это кончается наш холст с вами он должен втыкаться в нее если он движется вверх да тут он может выезжать сколько угодно здесь ее не видно потому что стейдж заканчивается здесь где фиолетовая линия и то же самое задним планом да он когда уехал у нас он вот здесь наверху должен закончиться стык в стык чтобы не было видно было пробела да думаю здесь понятно давай теперь анимируем детали как я сейчас заблокирую слои которые мы уже не трогаем чтобы они нам не мешали отключу пока зеленый наш фон и у нас детальки вот здесь вот сюда пока их вынесу чтобы их видеть и у нас вот есть вот такой круглый элемент который у нас вращается до размещаем так чтобы вы было видно центруем его теперь уже можно прибавить чтобы было лучше видно и давайте сделаем ему поворот включаем pin двигаем также на одну секунду убираем transform tool и давайте его крутанем давайте посмотрим что у нас получилось в браузере и вот смотрите какая красота он у нас крутится видно да при этом можно сделать так чтобы он не так быстро поднимался одновременно еще вверх для этого так же от нулевого кадра мы его сейчас немножко будем двигать вниз вот таким вот образом у нас прорисовалась новая анимация к нему обновляем страницу и вот смотрите он немножко с задержкой поднимается вверх поднимается вверх потому что мы ему придали еще движение вниз соответственно если мы выделим данную анимацию и убавим ее чтобы он двигался быстрее вниз что нам это даст обновляем страницу вот видите он более резко практически как будто сейчас уйдет вниз но потом немножко тормозит и все-таки поднимается наверх то есть я думаю вы уже понимаете да как данном варианте что можно использовать ну давайте разбросаем наши все другие элементы следующий у нас был вот этот зеленый также его наверх он у нас выделяем его отключаем пока анимацию идем в transform ставим 0 он у нас появился изнутри вот не обязательно делать нулевого кадра так у меня была зажата анимация когда я его двигал поэтому у меня уже видите прорисовалась анимация давайте удалим и давайте сделаем так чтобы он появился где-нибудь вот отсюда выделяем его опять transform и 100 так сначала давайте его подвинем без анимации да так 0 теперь включаем анимацию двигаем на сколько-нибудь и 100 вот и соответственно давайте побыстрее его и соответственно ему эффект можно повесить bounce вот видите он где появляется его еле видно да а нам нужно например вот здесь в середине что мы делаем для этого раз он появился наверху значит он появился поздно значит берем за макушку нашу анимацию и двигаем немножко сюда просто методом тыка чтобы посмотреть где ему будет лучше смотреться и видите вот сейчас он появляется там где надо то есть понимаете да когда вы выстраиваете вот так элементы и придаете им анимацию если вы не увидите ее вообще значит либо она у вас слишком поздно либо слишком рано и она у вас безусловно проиграет но это будет за пределами браузера так что учтите этот момент и соответственно можно сделать ее побыстрее обновляем страницу вот она оп выскочил оп отключаем анимацию ну вот смотрите значит берете значит другие элементы выстраиваете их например так видите залазит он за наш задний план сразу вытягиваете на самый верх проверяйте вот что у нас он нормально влазит берете какой нибудь еще элемент я их в примере они у меня в самом низу но вот сейчас не важно в принципе просто вам показать вот можно напротив его выставить пускай выезжает сбоку да включаем анимацию таким образом выделяем тоже у него анимация прорисовалась вот девятка смотрим в браузере что у нас там расположение нормальное идем на самый верх прокручиваем вниз вот видите они появляются наверху да нашего браузера значит поздно то есть если они внизу появляются уже вылетели а страницы еще до них не прокрутил значит соответственно это рано но если поздно значит мы двигаем анимацию то есть вы тут смотрите как у вас фантазия какие идеи и реализуйте их вот видите сейчас они появляются снизу да то есть в принципе немножко рановато они вылазят поэтому выделяем и немножко в сторону да так направляющих сейчас я выровняю вот так давайте обновим браузер вот сейчас они в принципе в середине вот выскочили можно сделать их побыстрее думаю здесь уже все понятно давайте еще какой-нибудь элемент возьмем так так также его на самый верх пускай он появится вообще снизу и полетит наверх вот где заканчивается наш стейч давайте где-нибудь отсюда его запустим и перетягиваю его наверх так прокрутим немножко и вот между ними пускай стоит давайте посмотрим что получилось прокручиваю вниз вот он у нас вылазит ну и также соответственно вы его подгоняете да ему можно просто сделать его побыстрее тогда он раньше появится снизу для этого давайте убавим еще немножко анимацию тогда он будет супер быстро надеюсь урок был вам полезен и увидимся в следующем вот а